Всем привет! По заказу интернет-магазина F-Magazin проведу видеообзор одного из самых легендарных воблеров для ловли на мелководных участках водоемов. И как вы могли догадаться, данная модель называется Jackson Dead Float. Японская компания Jackson выпускает Dead Float в четырех размерах. Это 60, 80, 105 мм и 125 мм. У меня в руках приманка длиной 80 мм, весит она 8 грамм. Ну и как можно видеть, воблер это немножко, имеет немного изогнутую спинку. Воблер имеет среднюю ширину, такие вот немного округлые бока. Приманка заявлена как плавающая, но так как этот воблер был создан для ловли в первую очередь в соленой воде, а как мы с вами знаем, соленая вода по плотности отличается от пресной, поэтому возможны вариации. И вот, например, в такой вот расцветке воблер у меня является медленно всплывающим, а в такой вот расцветке натуральной воблер является медленно тонущим. Приманка имеет несколько шаров в огрузке, но они жестко зафиксированы, и на проводке воблер не издает никакого звука, то есть он абсолютно тихий. Приманка за счет вот такой вот небольшой шестиугольной лопатки, лопатка, кстати, прочная, надежная, способен заглубляться до 30 сантиметров. Но как бы на твичинге у меня эта приманка, как правило, идет на глубине где-то около 10-20 сантиметров. За счет своей геометрии тела, массы, воблер отлично летит, несмотря на то, что в нем отсутствует система дальнего заброса. Приманка оснащена двумя тройниками морской серии, они имеют вот такое вот защитное светлое покрытие, ну и также обратите внимание, что жало у крючка немного направлено в сторону цевья. Крючки надежные, очень острые и никогда меня не подводили. Выпускается приманка более чем в двух десятках цветах. Отличное лакокрасочное покрытие. Щука оставляет только лишь вот такие вот небольшие отметины, то есть краска не слезает пластами. То есть великолепное лакокрасочное покрытие у данных воблеров. В воде приманка занимает вот такое вот положение, то есть находится под углом примерно около 70 градусов с креном на хвостовую часть. Приманка является типично твичевой, то есть проводить ее, анимировать необходимо твичингом. Рекомендую короткие рывочки. Приманка не подойдет для ловли, для обловок каких-то больших площадей, а ее в первую очередь необходимо использовать как точечник, то есть для точечной ловли. И вот как раз вот, если у вас есть какой-то небольшой прогал чистой воды, вы, соответственно, забрасываете данный воблер, делаете один-два коротких рывочка, ну и, как правило, хищник не выдерживает и атакует данную приманку. В размере 80 миллиметров дедфлот в первую очередь подойдет для ловли щуки, ну и также периодически при ловле у меня ловится и окунь. Также, по идее, эту приманку можно использовать и на море, то есть приманка морская, но еще как-то ее на море не пробовал. То есть в первую очередь использую я ее при ловле щуки. Вообще приманка очень уловистая, имеет достаточно не очень высокую цену для японских воблеров, поэтому рекомендую обратить внимание на данную приманку. Всем спасибо за просмотр, всем пока!